Привет, дорогие друзья! Меня зовут Олег Брейн, и сегодня мы начинаем прохождение третьего эпизода игрушки «Эта сраная жизнь», проще говоря, Life is Strange. Такс, выбрать эпизод. Называется он у нас «Теория хаоса», а за перевод большое спасибо ребятам из Толмач Тим за предоставление русификатора. В нем есть еще некоторые огрехи, некоторые недоработки, опечатки и прочее. Все это будет устранено уже в релизной финальной версии. Ну что, ребята, поехали. Теория хаоса. Женское общежитие. Погнали. Начать игру с этой главы. Начать с сохранения 2, 3. Сейчас даже не знаю, что нам тут выбрать. Давайте с этой главы. А вы потеряете весь прогресс после этой главы. Хотите продолжить? Нет, не хочу. Такс, ну что, я там разобрался. Давайте смотреть, что же нам покажут, что нам расскажут в третьем эпизоде. Честно говоря, я очень ждал игрушку. Ну и все на этом, да. Классно. Ждал игру. И что же будет реально далее? У нас был серьезный выбор, я помню, в втором эпизоде. Серьезные решения, ребята, мы с вами принимали. Я надеюсь, что это хорошо отразится на нашей игрушке с вами, на нашем сюжете, который мы тут строим попутно. Ой, как же давно этого не было. Как же это классно. Правда, играем мы сегодня ночью. Ну что ж, я надеюсь, что это никак не повлияет кардинально на игру, и мы не будем особо тут затупливать. Все будет у нас грамотно и лаконично. Пока что ночь. Пока что вот такие вот у нас дела. Мы уже и просыпались, мы и в душе уже были, бренчали на гитаре, что только не делали. По словам людей, которые уже прошли этот эпизод, можно сказать, что это один из лучших эпизодов, которые есть на данный момент. Он с легкостью должен переплюнуть и первый, и второй. Кейт! Твою мать, что это было? Что-то сейчас такое эпичное произошло, кто-то крикнул. Я ж надеюсь, это не кролик был. А то мало ли какое дерьмо может твориться. Хочу тебе кое-что показать. Встретимся у кампуса. Я знала, что Хлоя будет заинтересована. Мне стоит поторопиться. Куда это моя хозяйка учапала? Покормить меня надо и какашки убрать. Вот это я понимаю найсово. Как вы помните, благодаря тому, что я тратил как бы время на изучение всего, что есть в округе, тыкался практически в каждый угол. Это нам помогло в конце с Кейт, когда она чуть не спрыгнула с крыши. Я надеюсь, что надо тыкаться нам и далее, потому что это действительно очень важный аспект в игре. Взглянуть на кролика и дать ему морковку. Я думаю, что от этого может зависеть финал в игре. Привет, кролик. Кейт скоро вернется, а до тех пор ухаживать за тобой буду я. Время жратвы. Голден, братец-кролик. На, погрызи. Погрызи морковку, погрызи. Ну, я думаю, что наестся, по идее. Морковочку мы положили. А это наш цветочек. Прости, Лиза. Я спасла Кейт, но утопила собственное растение. Хризалида. Насколько я помню, так оно называлось. И также назывался у нас первый эпизод. Открыть ящик. Давайте посмотрим. Нам спешить особо некуда. Удивительно, когда Кейт была такой счастливой. Ее вынудили спрыгнуть с той крыши. Я использую все свои силы, чтобы узнать, кто это сделал. Так, расписание. Че это у нас такое? На этой неделе мне очень трудно сосредоточиться на уроках. Интересно, почему же? Действительно, вопрос мать его на засыпку. Боженьки, как же я устала. Ну, как бы глупо это ни звучало, расследование нельзя откладывать. Мне нужно заняться им прямо сейчас. О, Кейт в порядке, Макс. Вдохни поглубже и соберись. У тебя есть время. Все, погнали. Так, выйти. Может, еще что-то интересное? Чего-нибудь я упустил наверняка. Ноутбук. И как же Шерлок Холмс вел расследование без интернета? Дедукция, девочка моя, дедукция, чудеса, мысли и правильного мышления. Так, очередное видео. Блэк Волл. Да, суицид практически был, да, у нас. Слава богу, что мы избежали, учитывая тот факт, что... Можно было допустить, чтобы Кейт упала. Есть такой вариант, да. И игра была бы уже дальше без нее. О, как здесь темно. Надо добавить было. Так, здесь темно и страшно. Да будет свет. О, это, знаете, это какой-нибудь... Даже не дред, а вот это как Сайлент Хилл. Реально страшно. Мне было бы страшно ходить по общаге ночью. Мало ли, что тут будет. Учитывая, что это как бы на женское, да, тут общага. Все дела. Лента. Я тут заходить не буду. Так, а тут у нас горит свет. Прекрасно. Там кто-то что-то... Что-то делает. Доска. Доска здесь или там сидит? А, вот. Да, она и правда с трудом все это переживает. Waiting for you, Кейт. Отлично. Так, привет, красопета. Я, пожалуй, посмотрю, что у тебя тут. Весы, комок, бумаг. Давайте посмотрим. Это и печально, и жалко одновременно. Читать. Дана из меня плохой писак, но я не могу молчать. Не обижайся навсегда. Я знаю, что веду себя со всеми как наглый качок. Но я никогда не вел себя так с тобой. Ты заслуживаешь лучшего. Ты видела, как я струсил. Если нужны будут деньги, дай знать. Окей. Я надеюсь, что это никак не повлияет, то, что мы подняли чужую записку и прочитали ее. Да, клуб циклон и правда сосет. Причемокивай. Дана явно не против, что я пользуюсь ее ноутбуком. А, Тревор такой милашка. Да, не повезло. Я только и слышу, да. Дана, я думала, тебе весь день не знаю, как хреново. Понятно. Это слишком личная переписка. Так, Дана, мы с тобой сейчас еще поговорим. Но-но-но-но-но-но-но, что у нас тут есть косметика? Косметика. Дана без ума от вечеринок в честь Хэллоуина. Это так мило. Привет, Дана, как ты? Ну, я чувствую себя лучше, чем Кейт. Поверить не могу, что она пыталась убить себя. Она была подавлена обвинить Викторию. Мы все в ответе за случившееся. Думаю, мы все в ответе за то, что случилось. Это так. Но кроме тебя никто не осмелился подняться на крышу и помочь Кейт. Почему она была на крыше? Где были все? Херня, а где были все остальные? Знаю, ты лучше всех нас, Макс. Мне нужно немножко поспать. Хочу, чтобы сегодняшний день закончился. Окей, окей. Не будем тогда отвлекать тебя. Ладушки, пошли дальше. О, Сайлен Хилл продолжается. Твякс, а что у нас тут такое? А, все пишут, видите, как мы. Такой даже не флешмоб, а приятность. Кейт, было бы реально приятно, что они, как вот говорят, они так вот ждут, чтобы она пришла домой уже поскорее. Покинут женское общежитие. Может, я что-нибудь упустил? Так, тоже про Кейт, смотрите. Так, Стелла. Ну, приятно, реально. Мне было бы реально приятно. Так, поехали. Женское общежитие мы с вами покидаем и движемся дальше, смотрим, что же будет интересного. Ночью мы еще не играли, насколько я помню. Судя по спойлеру, который... Ну, не спойлер, а такой, знаете, как трейлер даже я бы назвал его. Должно быть интересно. Твякс. Ну что же. Ночью обычно происходят самые злачные вещи. Наша красопеда, скамейка. Присесть. А можно, конечно, подождать, но я бы, честно говоря, не стал бы так сидеть. Давайте просто побегаем, посмотрим. Здесь, если я не ошибаюсь... О, тут можно что-нибудь глянуть. Так, дверь подается, открывается. О, она открыта. Надеюсь, Самуэль не узнает, что я была здесь. Ну что, давайте смотреть. Тут наверняка есть чем поживиться. Что это такое? Я уверена, что Самуэль не носит шелковые шарфы. А кто тогда носит? А какой он у нас был? Понимаете, в этой игре надо подмечать такие моменты, вот самые невзрачные. Вот шарф, какого он цвета был, где он находился. Это может очень сильно потом помочь. Кто бы мог подумать, что Самуэль увлекается модой. Притом такой, м-м-м, развратной модой, я бы даже сказал. Ящик с инструментами. И что это нам дает? Здесь одни лишь инструменты. Ой, нам пишут. Мне нужно тебе кое-что показать. Встретимся перед кампусом. Тащи свою задницу живо, Макс. Я иду, иду, иду уже. Коробка. Тут ничего нет. Но шарф, как бы, интересен. Если он принадлежит какой-то девочке. Где она? Что с ней случилось? Что-то какая-то упоротая белочка у нас. Белка-упоряжка. Белочка. Стоямба. Стоямба. Так, ладно. Я не хочу туда идти. Белки, кстати, вы заметили, что они к людям как-то нормально относятся. То есть не сразу убегают. Домашние такие практически. Так, погнали дальше. Посмотрим. Может, чьи-нибудь найдем. Серьезно? Если он увидит меня, мне крышка. Ой, 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 ой. Чш-чш-чш. Не так. Так, куда он там идет? Я, надеюсь, не в нашу сторону. Он ушел? Ой, 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 ой. Слушай, а что же нам делать? Что за денек? Так, может, время нам отмотать? Давайте попробуем. То есть я пробегу до того момента. Мотай, 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 мотай. Чпок. Отлично. О, херово дело. Давай, давай, давай. Чш-чш-чш. Красавица, мы умница. Умница! Умница, красавица. Действительно классно. Мы уже как бы с вами знаем, как использовать свои способности, где применить правильно. Бывают, конечно, такие моменты, где надо подумать, ну, а куда же без этого? Ой, как реально страшно здесь, а? Да, мне было бы стрёмно тут передвигаться. Ну, пошли. Мало ли кто нападёт. В принципе, это должно охраняться, как тут должна быть охрана. Блять! Ёб твою мать, ты чё, поломила, критинка? Буя! Буя! О, бру-бру-бру-бру. Я реально прям подпрыгнул. Хлоя, у меня сегодня выдался не лучший денёк. Я едва отговорила подругу от самоубийства. Не стоит меня подкалывать, ладно? Прости, конечно, но Кейт спасли именно твои стальные яйца. Но не спасла я Кейт. Она сама себя спасла, а я даже не смогла использовать свои силы. Голова раскалывалась. Да ведь даже я не знала, что нужно говорить, чтобы спасти её. Не скромничай, рок-звезда. Кейт жива благодаря тебе. Именно ты убедила её не прыгать. А твои крутые способности спасут всех нас. Нам просто нужно найти виновных. Да, мы должны узнать, кто чуть не убил Кейт и не допустить, чтобы такое повторилось. А ещё мы должны попытаться остановить торнадо, идущий на Аркадия Бэй. Верно? Это не шутка, теория хаоса. Разве ты не говорила про это... Просто теория хаоса. Что-то я не вижу, что этот хаос можно контролировать. А, ну да, твоя способность повелевать временем и пространством нам в этом не поможет. Это так, мелочь. Хлоя, просто я не уверена, что в некоторых... В некоторых моих решениях, особенно после того, как Нейтана из-за меня... Чувиха, не смей корить себя за это. Давай лучше сосредоточимся на поиске улик. Улики на Кейт, улики на Рэйчел. Давай на Кейт. В одном ты точно права. Слишком уж многое связывает некоторых людей с Кейт и Рэйчел. Ты просто моего мудака, отчима и Нейтана. Да, конечно... Конечно. Конечно, они же оба социопаты. Скорее психопаты. Дэвид хотя бы не бьет женщин, в отличие от Нейтана. И несмотря на то, что я ее не знала, меня не покидает ощущение, что Рэйчел указывает нам путь к правде. Да в пизду правду. Я просто хочу найти свою подругу. Мне страшно думать о том, где она сейчас. Ты считаешь, что она... Мертва, жива, наслаждается жизнью. Жива? Я хочу в это верить, Хлоя. Ее дух так силен здесь. Наверное, даже слишком. Макс, мы должны найти Рэйчел и быстро. Должны. Я обещаю, что мы найдем ее. Как ты уже сказала, пора начинать искать зацепки. Кстати, что ты хотела мне показать? Барабанный вдруг, пожалуйста. Вашему вниманию представляются запасные ключи. Спасибо, мудаку, отчима. Да ты просто профи, Хлоя. Я не хочу, чтобы у тебя были еще неприятности из-за этого. Посмотри на все это дерьмо, свалившееся на Аркадию Бэй. Кому есть дело до этой мелочи? Мы здесь, чтобы добиться справедливости. Я так рада, что мы вместе. Ну что ж, прекрасно. Сейчас, может быть, прокатиться, посмотреть. Ух, судя из трейлера, девчонки должны побывать в каком-то месте, похоже на школу, что ли. Либо в этой, либо в другой. Надеюсь, остальные последуют твоему примеру. Сама знаешь, для Беллы, Блэквелла, это был не самый лучший день. Знаю, день был ужасный, но вы можете поговорить со мной в любое время, мистер Джефферсон. Спасибо, Виктория. Я рад, что все закончилось относительно хорошо. Я даже не могу представить, что бы я сделала, если бы Кейт прыгнула. Кейти даже подумать не мог, чтобы были настолько близки. Ну, как ее смерть повлиять, может, на конкурс Герой дня? Да никак. Конкурс продолжается, и мне все еще нужно выбрать победителя, который будет представлять Блэквелл. У меня на руках есть все фотографии, кроме снимков Макс. Я вам одним словом могу описать фото Макс. Селфи. Слушайте, вы видели мою работу и знаете, что она лучше остальных. По-моему, было бы круто, если бы мы вместе провели время в Сан-Франциско. Не правда ли? Марк, для тебя я мистер Джефферсон. Хорошо, Виктория. И я еще не выбрал победителя. Вы уже влюбились в мою работу, так что это не значит, что вы необъективны. Просто представьте, что вы выбрали мою работу. Мы могли бы провести много времени вместе. Это было бы круто. Вы согласны? Пожалуй, я сделаю вид, что ты этого не говорила. Иначе я расскажу людям, что мне предлагали первое место в конкурсе в обмен на кое-что другое. Ради твоего же будущего я также проигнорирую и эту неприкрытую угрозу. Разговор окончен, мисс Чейз. Вам лучше вернуться в общежитие немедленно. Подождите, я ведь... Ой, какая же ты дурная, господи. Господи, господи. Ладно. Посмотрим, что из этого получится. Слишком наивное дитя. Это было так тупо. Да, это действительно было тупо. А я-то думала, что Виктория уже не может быть большим таким вот важным человеком. В Блэквале, да? Ну что ж, давай выясним, что она еще может. Да, такая все важная, такая прям крутая из себя. Вот, девчонки отправились. Давайте посмотрим. Хлоя, покличник кто? Клочница или ключница? Что-то я не успел прочитать. Ладненько. Чувиха, меня оглажат сомнения. Из-за нас и так произошло слишком много бед. Я уже молчу про травку, которую ты принесла в мою комнату. Шутка. Я серьезно, мы уже не дети. Это взлом и проникновение. У нас есть ключи, какой же в этом взлом? Это одно проникновение, они не смогут нас обвинить в этом. Я серьезно, а если мы угодим в ловушку? Не угодим, глава охраны Блэквелла, мой отец. Этот мудак не допустит, чтобы что-то случилось. Давай осмотрим кабинет ректора. У тебя есть чумовые силы, Макс, если вдруг что-то случится. Да, мои силы не спасли, Кейт. Пошли, откроем еще одну дверь. Ну давай попробуем. О, как стремно. Да, значит они были вот здесь. Я-то думал, какое-то другое заведение. Такое темное, страшное. О, боже. Ладно. Так, поговорить. Я могу, в принципе, осмотреться. Кепка. Давай посмотрим. Только полный дурак станет носить такую кепку. А что в ней не так? Понятно, понятно. Видимо, по стилю не очень подходит. Так, что тут такое? Коробка. Давай посмотрим. Ну, коробка. И дальше что? Почему-то как-то странно, но работает. Белки любят орехи. Это значит, что Самуэль... Да нет. Ну, он любит, как бы, белочек. Как накормить своего внутреннего зверя? Действительно. Белочка твой внутренний зверь. Который приходит к тебе после бухалопьи, да? Жаль хипстера, потерявшегося... Потерявшего этот берет. Уверен, он классный. Да, прикольный берет, кстати. Потерянные вещи. Что у нас тут еще есть? В принципе, ничегошечки. Вот так. Какого хера? Почему начальник охраны нет ключей к кабинету ректора? Может, он что-то скрывает, как и все остальные здесь? Значит, мы определенно должны открыть эту дверь. Хочешь верь, хочешь нет, но я знаю. Кое-что о взломе благодаря Фрэнку. Давай проверим мои знания на практике. Почему бы и нет? Мы и так пустились во все тяжкие. Ты все равно поищи ключ. На всякий мать его случай. Да, окейушки. На всякий мать его случай. Где ты думаешь? Коробка у нас была, помните, вначале? Что-то мне подсказывает, что там есть ключ. Так, выдвижную ящик. Эй, коробочку надо открыть. Ничего интересного. Но мне эта коробка очень нравится. Пожалуйста. А, там, да, там белки, точно. О, что у нас тут? Пустошение. Ничего хорошего. Бубная шляпа. Может, тут стол? Давай посмотрим. Здесь нет ключей. Ну, в принципе, если рассуждать логически, ключи висят в определенном месте. Вот здесь, наверное. Капитан, мать его очевидность. Ночью играть чуть-чуть стрёмно, ребят. А вот и ключи. Правда, нужного нет. Нужного нам нет ключика. Хорошо. Пошли искать дальше. Вот тут что-то должно быть явно. Ничего полезного. Эх, жизнь моя. Я не хочу туда идти. Я тоже этого не хочу. Поэтому разворачивай свою корму и давай искать далее. Так, ключики, ключики, ключики. Тут у нас что? Тут что-то должно быть. Тупик. Хорошо, хоть не тупак. Придется искать другой способ. Похоже, я провела недостаточно времени с Фрэнком. Но я все же еще попытаюсь взломать дверь, пока ты будешь думать над планом Б. У моего плана есть имя, и это круто. Что, мы звоним кому-то? Привет, Ворон. Не занят, случайно? Играешь в Варкрафт? То есть не занят. Послушай, мне нужны твои знания в области химии. Не будем тыкать пальцем, но, допустим, кое-кто имеет доступ к кабинетам химии и искусства. Ему нужно открыть закрытую дверь. Как это можно сделать при помощи подручных средств? Что? Нет. Мне просто интересно. Спасибо, гений наук. Не-не-не-не, не вешай трубку. Нам понадобится твоя помощь. Просто перешли мне инструкцию СМС-кой. Да, я не передумала ехать с тобой в кинотеатр. Спасибо за помощь. Пока-пока. Интересно. Девки пляжут. Ну охренеть теперь, проклятая дверь. Постарайся не разбудить весь Блэквелл. Прости, Макс, я здесь бессильно. Каков твой план? Так, чё-то сахар вижу, сода. Ага, я пойду искать нужные ингредиенты, Хлоя. Сможешь остаться? Возможно, я открою эту дверь быстрее тебя в ломщице. Гонка началась. До встречи. Чау-чау, надо было сказать. Так, а ну давай смотреть. Хлоратнатрия, да? Прекрасно. Хлор что? Это порошок, который нужен для создания диоксида хлора. Чёрт, это же всё знают. Ты правда хочешь попробовать это сделать? Ключевое слово попробовать. Полагаюсь на твою мудрость. Так, что там нам надо? Что там нам надо? Сахар. Ага, сейчас будем искать. Газировку я видел. Если это газировка, конечно. Так, это можно взять, да? Нет, нельзя. Печалечка. Ладно, пошли искать. Я могу отсюда выйти? Уоррен типичный ботан. Посмотрим, смогу ли я найти все эти ингредиенты. Ну, поехали, будем искать. Что там такое у нас? Там мусор. А вы что думали? Внимание, задроты. От этого плаката прямо несёт Воррена. Хорошо. Автомат с газировкой как-то стрёмно подсвечен. Я предлагаю осмотреть его. Выпустите банкина. Типа кракена, да? Шутка такая была. Так, нам нужна была газировка. Теперь она моя. Мм, прелесть моя. Найс. Так, газировка есть. Отлично. Ещё три предмета. Какие же там предметы-то? Ну, подожди, верни меня к моему телефону. Так, это мама. Хлоя, скрытый номер. Подожди, а где наш этот? Кто, Реворрен? Так, что там ещё? Зажигалка нужна, по-моему, да? А можно как-то, чтобы нам описали эти предметы? А, вот, господи, я не мотнул. Слушай внимательно, 007. Тебе чуть сахар, банка содовый, скотч и хлород натрия. Так, банка содовая у нас есть. Сахар, скотч и хлород натрия. Хорошо. Так, имеет смысл или сюда идти? Тут был кабинет химии. Насколько я помню. Так. Да, 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 да. Фу, ненавижу запах формалина. Запах формалина. Как же приятно пахнет от тебя, Зина. Так, что тут у нас? Не, мотать время нам не надо. А мне казалось, что Уоррен отличник. Да, печаль, беда. Так, вот и сахарок, смотри. Сейчас возьмем сахар. Поехали. Эй, сахар. Радость-то какая, да? Изменить оценку. А, я думаю, что даже что не надо менять. Ты еще тут? Не взорвалась, хоть нам пишут. Макс? Еще здесь пока не взорвалась. Мне сейчас нужно сосредоточиться. Позже тебе напишу. Как вы думаете, стоит менять ему оценку? Если это сделать, ну это будет не круто. Так, таблица. Что-то еще тут у нас есть. Граффити, смотри, что там написано. Я никогда не говорила, что они хороши. Ну ладно. Так, вроде пока спокойно. Очень бы, конечно, хотелось найти учебник по химии. А надо ли он нам? По идее, чтобы что-то собрать, надо почитать сначала. Так, лорат натрия, это гербицид. Ага, почему Ворон мне об этом не рассказал? Чудненько. Синтез применения, неорганическое вещество, обычно использующееся для борьбы с сорняками, токсичность для людей, дозировка. И как ты предлагаешь мне это все забабахать? Ладно. Обычно химикаты хранят... Вот, гербицид, смотрите. Еще для химии надо как-то это взять. А вот и хлорат натрия. Хорошо худни, ибо над натрия. Так, возьмем это. Ты занимаешься творчеством, аниматил наукой. Так, давай возьмем, нам это дело надо. Макс, ты же знаешь, что ты неряшливая. Не трать свои способности попросту. Используй стул. Ну, давай посмотрим, что из этого получится. Так, отлично. И эти ингредиенты придется смешать. Остался еще один ингредиент. Что там нам надо было? Так, ну давай покажи мне. Сейчас посмотрим. Так, что у нас имеется? У нас есть сахар, у нас есть хлорат натрия. Нам скотч надо. Скотч найти. Давай поищем. Наверняка, что было бы странно, если бы все предметы находились в одном помещении. Было бы реально странно. Что-то валяется. Так, я предлагаю зайти тогда, может, в наш класс. Если бы я был разработчиком этой игры, я бы, наверное, так и сделал. Хотя можно скотч еще положить, знаете, куда? Где-нибудь в кладовой. Он бы лежал, да? Ну, сейчас поищем, посмотрим. Так, фото для конкурса. Давайте посмотрим. О, Кейт, даже будучи в депрессии, ты пыталась искать в мире хорошее. Черт. Какой охрененный снимок. Как я могу ненавидеть такого классного фотографа? Так, подожди, надо все посмотреть. Зная эту игрушку, надо реально все смотреть. Рисовать у Дэниела получается лучше, чем фотографировать. Пчалька. Так, фотографии. Что это за фотки? Работа Нейтана вызывает у меня отвращение. Ну, признаю, у него есть стиль. Да, определенно круто. Так, туда можно, нет? Нельзя. Да, тут реально стремно. Что это такое? Пачка сигарет. Сигарета Виктории, уверенно, мистер Джефферсон был впечатлен. Это да. Это, конечно, да. Так, скотч, скотч, скотч. Где что? Вот и скотч, пожалуйста. Я же говорю, что в этом классе. Take is mine. Now it's time to show Chloe, that Max is mine. Да? Вспомнила что-то на досуге у нас. Так, у нас есть все ингредиенты, и самое время вернуться обратно к Хлое. Я вас уверяю. Смотрите, я вот не Ванга, но мы сейчас выходим, и что-то должно произойти. Охранник придет, там еще кто-то, скандал какой-нибудь. Это было бы интересно, это было бы логично. Все, погнали. Так, четыре ингредиента, и сейчас это дело должно бомбануть. Так, а где наша красопета была? Вот тут. Привет, чудо-юдо. Мы вроде как все забрали. Хлоя, не мучай дверь. Давай попробуем кое-что другое. Мы устроим взрыв в прямом смысле этого слова. Да, пора взорвать все нахрен. Зажжешь фитилек? Это же взорвется, девочки. Вы понимаете, что вас услышат? Эхо раздастся по этому кампусу. Готовься к зрелищу. Господи, нежели они не понимают, что это будет громко сейчас? Типа, вечер. Это охренеть, как круто. Это реально было классно. Пожалуйста, глупые девчонки. Я же говорил, сюда едут полиции и пожарные со всего города. Ну и что нам делать? Бежать нам надо. Бежим, 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 бежим. Пошли, 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 пошли. Быстро, 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 быстро. Что тут есть? Что берем? И что? Так, подожди, тут ничего нет, что ли? Что это такое? Красопета, ты че стоишь-то? Японский ты бог, а? Наверное, я что-то упустила. Нужно вернуться назад. Так, 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 Олежа. Ночь, конечно, это хорошо. Сейчас я объясню, что я думаю, что надо делать. Надо сигналку вырубить. Надо вырубить где-то, перерезать провод или еще что-то. Выключим сигналку, и тогда никто ехать не будет. Это логично. Хоть я играю поздно ночью, но голова еще что-то соображает. Давай, давай, быстрее, Вова. Пошла, пошла, пошла жара. Так, все, вернулись назад сюда. Подожди, сигнализация. Сигнализация у нас тут, и надо найти, где она идет. Где-то здесь я видел, сигналка была. Сейчас поищем. Вот, вот она. Но я ничего не могу сделать. Объявление о пропаже. Объявление о пропаже. А может, надо просто было подбежать ее вырубить? Сейчас еще раз попробуем. Тут вроде как нет сигнализации именно в этом помещении. Я не вижу. Ну, давай. Так, предположим. Вот я выбегаю. Ну, логично, да, что сигналка... Что я могу сделать? Что ты хочешь? Ну, у меня было предположение, что надо вырубить. Может, где-то тут кнопка какая-нибудь? Я что-то не понимаю, что пока что. Так, ладно, сейчас будем... Да, видите, то есть нам дается примерно секунд 20. Нужно вернуться назад. Сейчас попробуем. Самое интересное, что я оказался внутри. То есть, получается, сработала сирена, я забежал, отмотал время, дверь закрылась. Как интересно, я искал сигнализацию, я что только не делал. Вот вам, ребят, если вы вдруг не знаете, как пройти, значит, заходите в кабинет, когда сработала сирена, и отматываете время. Получается, что мы обманули Хлою так забавно. Да, теперь понятно, почему ректор запирает свой кабинет. Здесь полно всякого дерьма. У меня есть деньги, но у меня нет вкуса. Да, тут действительно много интересных штук. Как можно доверять человеку, у которого в кабинете есть бронзовая птица? Как хорошо, что меня отчислили. Иди в пень. Обыщу-ка я этот уродливый стол. Да, там должно быть что-то интересное. Какая-нибудь потайная кнопочка или рычажок. Ладно, признаю, это стул чертовски удобный. О, боже. Наверняка утром ректор, когда придет, увидит, что они тут творили. Это твой шанс проявить себя, Шерлок. Найди нам что-нибудь на Рэйчел или Кейт. Или Нейтана. Да на кого угодно. Я берусь за это дело. Фу, хорошо. Давайте смотреть. Наверняка есть что-то интересное. Так, что нам пишут? Так, ты что, купился? Я просто хотела узнать, что ты знаешь об изготовлении взрывчатки. А еще посмотреть на твой потрясный рисунок. Прекрасно. Так, досье Кейт. Давайте посмотрим. Такой и была Кейт. Милой и застенчивой. Она оказалась не в том месте и не в то время. Так, средний балл 3.9. Кейт Марш. Одна из лучших студенток Академии Блэквилл. Ее средний балл оставался всегда на высоком уровне. В настоящее время проводится расследование по некому видео, в котором предположительно изображена Кейт Марш на вечеринке клуба Циклон. Ага. Понятно. Так, я выключаю, чтобы не было палева, потому что он придет и явно поймет, что здесь кто-то был. Если девочки надухарились перед выходом, то это тоже можно почувствовать, когда сюда придет ректор. Так. Это мне точно не пригодится. Ну, ты же знаешь, что есть явно какой-то рычажок. Взглянуть на виски. Я бы тоже спелась, будь ректором Блэквилла. Ну, это так, ностальгично уже. Здесь ничего. А тут? А тут явно что-то есть. Если судить по этому достижению, Рэйчел была не очень проблемной. Так, к сожалению, в прошлом месяце Рэйчел Эмбер перестала посещать занятия и с ней не могут связаться. Квинтэссенция студента, представляющего Блэквилл. Она превосходно учится и занимается различной общественной деятельностью. Она популярна как у студентов, так и на факультете. Рэйчел де-факто является примером образованности и лидерства. Ага, лейтенант Крис Росси, полиция Аркадия Бэй. Крис Росси. Хорошо. Хлоя даже есть? Ё-моё. Средний балл 1,7. О, боже. Несмотря на все усилия факультета администрации, Хлоя Прайс является проблемным студентом. Обновлено. Хлоя Прайс больше не студент Академии Блэквилл. Смотрите прикрепленный полицейский рапорт. Ага. Даже так. Ну, хорошо. Последний файл, Шерлок. Всегда хотела сказать надыбать. Ничего себе, у этого урода безкоризненное досье. Средний балл 3,7. Нифига себе. Нейтан Прескотт, продолжатель своего рода в Академии Блэквилл, обладатель академического рекорда и активный участник общественной деятельности. Он гордый представитель Блэквилла. Ну, просто жопу залезали, уже дальше некуда. Не могу читать, собственно, досье. 2,8 у нас, друзья мои хорошие. Предпочитает, чтобы ее называли тихая, внимательная студентка с большим... Ага, потенциалом фотографии. Средний балл нестабилен, и она понимает, что ее нужно больше трудиться. Несмотря на некую конфронтацию с охраной Блэквилла, Макс показала себя примерной студенткой Академии Блэквилл, остановив Кейт Марш от прыжка. 3,9! Нифига себе! Виктория Чейз, золотой стандарт Академии Блэквилл, студентка с постоянно высоким средним баллом. Ага. Так, нужно убедиться, Уоррен примерный студент и продолжатель традиций отличных ученых, начинавших Блэквилля. Мисс Грант, мы надеемся, что Уоррен понятна. Все, в принципе. Надо поговорить с Хлоей. Еще документы. Так, отец Нейтана Прескота тоже задира, вот это поворот. В силу возмутительных рассказней о моем сыне и его отстранении от учебы, начинаю думать, что мой вклад в Академию Блэквилл тоже неплохо бы отстранить. Ага, понятно. Понятненько, друзья мои. Так, что еще интересного может тут быть? Письмо. Подпиши я петицию, что-то бы изменилось. Так, а корректор Академии, я сожалею... Понятно. Вблизи ты кажешься не такой уродской, да? Макс, тебе следует взглянуть на эти файлы. Нейтан обвинил Рэйчел в том, что она принесла наркотики в кампус, а мой мудочим согласился, потому что Рэйчел, по его мнению, плохо на меня влияло. Раз Дэвид объединился с Нейтаном Прескоттом, жди беды. Нейтан Прескотт третий. От его имени так и несет деньгами. А ты знала, что Прескоты отваливали кучу бабок, чтобы скрыть настоящее досье Нейтана? Вот здесь написано вся правда, плохие оценки, жалобы от учителей и прочее. Но хоть сейчас его наконец-то отчислили. Смотри, тут есть заметка. Открой ее. Какой-то безумный рисунок. Это не рисунок, гляди. Рэйчел проявочный, Рэйчел проявочный снова и снова. Очень странно. Это пиздец. Да что это вообще значит? Нейтан и правда псих? Я знаю, что он как-то связан с исчезновением Рэйчел. Воу, ты только послушай. Дэвид Эмм всегда спрашивает, что происходит у меня в голове. Дэвид Эмм всегда помогает мне следовать за теми, кто ведет его. Жуть какая. Судя по всему, они сфотографировали какую-то странную команду. Господи, Дэвид следил за Кейт, прессовал меня, а теперь мы выяснили, что он интересовался. И Рэйчел. О, теперь мы просто обязаны обыскать его гараж. Стремно здесь находиться, давай сваливать. Мы получили нужную тву. Может, нам следует прихватить сувенир на память? Нет, ты же не заберешь с собой этот стул. Макс, ты что, не умеешь читать мысли? Или ты уже видела, как я пытаюсь взять его? Отломала? Время назад? Отмотала, точнее. Это сила лучшей подруги. Нам нужно уходить, мы и так слишком долго испытывали неудачу. Что у нас здесь такое? О, взятка, походу, нет? Твою мать, это же джекпот! Ого, многовато денег для фонда помощи инвалидам. Чувиха, здесь пять тысяч долларов. Я смогу заплатить Фрэнку с лихвой. Да уж, я вот не знаю, что нам делать теперь. Да что тут такого? Или ты просто хочешь отмотать время назад и забрать бабки себе? Лучше бы я так и сделала, а не читала эти глупые мысли. Не забирать деньги и забрать деньги. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Если мы заберем бабло, то они поймут, что здесь были люди. Я так предполагаю, опять же, на ночь глядя. Если забрать деньги, можно будет их отдать, и у нас будут проблемы. Если не забирать, то, скорее всего, этот Фрэнк что-то может сделать с Хлой. Ой, как бы нам не сглупить сейчас. Забрать, не забрать. Ну, давайте... Дожди, господи, я на распутии просто. Ай, давайте не будем забирать. Ты правда хочешь украсть деньги на помощь инвалидам? Знаю, тебе нужно вернуть долг Фрэнку, но мои силы берегут тебя, верно? Эта куча бабок могла бы нехило нам помочь. Но моралистка Макс снова права, наверное. Давай уже свалим из этой дыры. Фу, господи. А ведь эти деньги действительно могли помочь Хлое. Ну что, ребят, давайте сделаем перерывчик и продолжим уже в следующей серии. Это было Life is Strange, третий эпизод. За перевод большое спасибо ребятам из Толмачтим. Ссылочка на их группу будет в описании. Всего хорошего, друзья. Увидимся в следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok